Инфракрасные камеры, тепловизоры и противотанковый ров. Харьковские пограничники представили проект «Стена». Это комплекс технических сооружений, направленных на защиту государственной границы. Танковый рев шириной 3 метра, глубиной 2 метра. Після чего йде бруствер, шириной до 3 метров, высотой до 2 метров. Після чего йде контрольная следовая смуга шириной 4 метра. Ракадная дорога для пересувания прикордонных нарядов, проведения контрольных заходов. И там, где это необходимо, облаштование паркану с датчиками и видеокамерами. Пока что вопрос об установке такого забора не решен. На данный момент представлено три возможных варианта. Оригинал – это у нас секция ограждения длиной 3 метра, высотой 2,200. Если добавить еще колючую проволоку диаметром 600, то получается высота всего ограждения 2,800 миллиметров. Используется в первом этом в оригинале проволока диаметром 5 миллиметров. Проволока оцинкованная, окрашенная. Следующий вариант – это все то же самое, габариты такие же, только используется проволока 4 миллиметра оцинковка. И третий вариант – это проволока диаметром 2 миллиметра, оцинкованная, окрашенная. Там ячейка 50 на 50. На тех участках границы, где выкопать ров невозможно, по причине, например, подземных коммуникаций, устанавливаются железобетонные конструкции, противотанковые ежи и все это зашивается колючей проволокой. Для реализации проекта будет создан новый департамент, хотя осуществлять общую координацию будут пограничники. Планируется, что в разработке сооружений также примут участие и инженерные институты. Яка мета? Первый – остановка нелегальной эмиграции. Другой – остановка диверсийных групп. Третий – остановка контрабанды. Четвертый – остановка перемещения оружия. Пятый – остановка перемещения радиоактивных материалов. И шестое – основное. Если нет кордона, то безвизового режима с Европейским Союзом нам никто не даст. Если нет кордона, то вопрос о членстве Украины в Певно-Атлантическом альянсе так же не можно решить. Если нет кордона, то первый этап, а это самая первая линия обороны, просто отсутствует. По словам премьер-министра, на данный момент из бюджета на строительство не потрачено ни одной копейки. Финансирование осуществляется из 15 международных проектов. Общая цифра для реализации составляет 500 миллионов гривен. Строительство такой стены Арсений Яценюк считает более чем целесообразным. «Наявность кордона между Украиной и Россией означает то, что мы не единый народ, как говорит Владимир Владимирович. И мы не единая страна, как считает Кремль. Мы очень разные. У вас, Владимир Владимирович, русский народ, а у нас украинский народ. И незалежная держава обязана иметь кордон. И этот кордон есть за порукою как нашей безопасности, так и в том числе четкие вызначения. Это наша территория, и вы на нее не зайдете». Закончить проект планируется в течение трех лет. За это время стена появится почти на 2000 километрах по всей длине государственной границы Украины с РФ.